СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 СОЮЗσε СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НАВИДЕВАЛЯ СОЮЗ НАРУШИМОissez НАСПЕistem ТОМ报 id И это очень здорово, потому что, еще одну вещь скажу, потому что с учетом холодного отношения, значит, нашего правительства к этнофестивалям. А, мы помним, да, но на самом деле это полезный вопрос. Момент, он переместился благодаря, так сказать, в УЗУ, значит, университетами, на площадку медицинского университета. И поэтому я хочу, чтобы сегодня Лев Михайлович рассказал вот как раз о международной политике, потому что это является основанием этнофестиваля, который служит... То есть это миссия. А который служит тому, что мы не просто познаем друг друга, а мы начинаем дружить друг с другом, мы начинаем уважать друг друга и так далее, и так далее. Спасибо. Ну ладно, хорошо, тогда мы к структуре немножечко попозже. Да, потом беремся к формату, да. Да, хорошо. Реалии сегодняшнего времени таковы, что одной из очень важных сторон развития образования в нашей стране, в России, является такое направление, как экспорт образовательных услуг. Вот в этом, кстати, великолепно совпадает позиция и концепция развития высшего образования в стране и позиция нашего уважаемого губернатора. Игоря Владимировича Васильева. Мы с ним встречались несколько раз по этому вопросу, и звучала такая фраза. Ну нет, у нас газа и нефть в области, да. Запасы леса, они тоже небезограничны. У нас есть хорошие возможности сделать Киров таким вот пунктом, где пойдет политика экспорта образования в очень правильном направлении, очень быстрыми шагами. Ну, Василий говорит об экспорте услуг, и в том числе, то есть он говорит об экспорте медицинских услуг и об экспорте... Конечно. А раз мы экспортируем, понимаете, мы должны ведь иметь проводников наших услуг. И поэтому этот процесс подразумевает и участие студентов, привлечение студентов из других стран, да, студентов других народов, других государств в наш медицинский университет. Вот только на таком взаимодействии мы и можем-то достаточно успешно решать. Но раз мы приглашаем, мы ведь должны знать, чем живут, да, какова душа этого народа, да и, в принципе, и свое показать. Вот, и мне кажется, форма фестиваля, она совершенно этому полностью отвечает. Вот кто не был участником, наверное, не знает, ведь это не просто, скажем, выступление на сцене. Ведь это и богатые столы представлены, да, национальные блюда. Да, аккуратно приглашайте. Да, фото-выставка. Столы-то нам не достанут. Нет, ну, я думаю, все вот, что можно было попробовать, возможности у всех, очень хлебосольные все были представители всех стран и народов и предлагали свои блюда. И вообще уникальная-то возможность можно было вкусить того, что вообще никогда не видели и не представляли, и не знали. Вот, ну, и думаю, что мы видим большой отклик наших ребят, которые приехали из других стран, желание показать им. Вот, открыли в этом году факультет, приехали студенты, в основном из Арабской Республики Египет. Они только-только поступили, они, естественно, не могли участвовать в подготовке. Так вот, нам потом больших очень усилий организаторов стоило их сдержать и не рвались на сцену, выступать и петь без подготовки. Имп-экспромт. Да, да, да. Импровизация. То есть это зажигает. Ну, и действительно, если вот то, что на моих глазах происходит, растет уровень, растет высочайший уровень профессионализма, вот, среди серии мероприятий, на которых мне посчастливилось побывать в последнее время, вот, я не могу сказать, что университет профессионализма выступал нашим знаменитым артистом и все, то есть, ну, ребята очень стараются. Вот, поэтому эта концепция, эта концепция, эта вот форма развития, она очень интересная, необычная, и я считаю, очень повезло принять в этом участие, ну, и, конечно, благодаря нашим помощникам, нашим студентам, отделам молодежной политики, и, конечно, большая благодарность родоначальникам этого прекрасного дамы Ларисы Анатольевны Копусовой и Лидии Васильевны Тарасовой, вот, которые зародили эту идею, вот, сейчас мы ее развиваем, и думаю, что это сделать надо одним из брендов кировской, на самом деле про фестиваль, ну, то есть, вот, мы все видели сюжеты, я рассказывала, что очень яркие они были сюжеты по телеканалам нашим, но так широкая кировская публика, что называется, про фестиваль не знает. Вот, ну, я-то считаю, что, так как у нас сейчас то, что пытается делать Дом дружбы народов, проходит очень бледно, и я-то считаю, что, ну, если Лев Михайлович согласится... Да, вот у меня вопрос, а посторонние люди могут попадать... Вообще, на базе университета делать областной, ну, вы-то уже говорите о российском, как бы, да, в смысле, что... Да, областной, в смысле, для жителей региона, чтобы они могли смотреть, чтобы они могли... Да, чтобы пошире, и площадки были, так сказать, ну, побольше, потому что мне тоже посчастливилось там в начале, как бы, этого фестиваля, а правда, мне ни ганской, ни египетской еды не досталось. А вот так. Вот, поэтому я попробовал всё, но пока я дошёл до египетской и ганской еды, там смотрю... Я думаю, вы можете воспользоваться там, служебным положением, да, пошёл. А вон, в следующий раз, если мне можно, там кусочек... Попросите, отложите вам, благодаря вам. ПОДПИСАЛЬНАЯ МУЗЫКА А самое-то интересное было, что действительно там, ну, там... Там атмосфера была такая, я, честно говоря, первый раз, как бы... Я такую атмосферу помню только со своих студенческих лет во время студенческих весен. Вот, когда там выходишь, как бы, как участник там... И вот так все были там, и очень-очень, правда, понравилось. Но Лев Томихалович свои интересы бледёт, он думает, что вот сейчас его студенты выпустятся, потом приедут домой, расскажут, как там лёго не только учиться, но и отдыхать. Поэтому, наверное, вот сейчас, Аня, мы можем как бы перейти на формат, тем более, что тут вот Аня Варанкина участвует, один из организаторов, да, и наш ганский друг... Филипп. Ну, хорошо, Филипп, но и Оппонд, это его фамилия. Да, да. Мистер Оппонд. Да. Оппонг. Оппонг. Оппонг, отвлечь так вот. Спасибо, что поправили. Вот, поэтому, что о формате? Не, я хотела только узнать, я пытаюсь понять, как вы умудряетесь совмещать мероприятие на сцене и дегустацию. Мне кажется, вот и оттуда, и оттуда очень сложно отгонять людей. Ну, Аня, сначала покушаешь, потом с хорошим настроением выходишь на сцену, хочется танцевать. На сцену, между прочим, после... Хорошо, что не поили. Между прочим, я не знаю, вот у нас медики в студии, может быть, они меня поправят, но после того, как покушаешь, танцевать-то, наверное, не стоит. А ведь смотря что покушал. Ага. Да? Ну, Анечка, давай. Расскажи. Как вообще, вот четвертый год, Аня? Да? Вы какой год участвуете как организатор? Третий. Третий год. Третий, да. И вот правда, вот впечатление-то на самом деле, вот вы сами как считаете, вот у нас впечатление, что из года в год идет как бы вот, вот Лев Михайлович про профессионализм говорит, а я, наверное, скажу, так сказать, вот качество самих выступлений и качество приготовляемых блюд и желание участвовать все как бы больше, выше и так далее. Да, так это или нет? Да, я считаю, что качество тут, безусловно, есть, потому что все равно мероприятие уже проходит четвертый год, да, и студенты, и мы как студенты-организаторы набираем все опыта, уже выстраиваем какую-то схему, как мы что должны успеть сделать, чтобы у нас все сошлось, чтобы никаких там накладок не было, то есть мы заранее за месяц уже начинаем продумывать концепцию вообще наших действий, как мы будем что делать, собираем организаторскую группу. И то есть, конечно, каждый год мы учитываем прошлые ошибки, ну и, соответственно, качество организации мероприятий, я считаю, что растет с каждым годом. А как вы вообще участников приглашаете? То есть они заранее знают, что будет фестиваль и где-то уже ходят, там, за месяц-два записываются там, да, что мы вот уже готовы, мы там уже репетируем, и мы хотим вот такое-то блюдо представить условно, да, для дегустации. Или вы их как-то стимулируете к тому, чтобы они участвовали? Нет, я так понимаю, существует рассылка, у нас есть положение мероприятий, вот, там осуществляется рассылка по всем университетам, вот, и если они изъявляют желание, они заполняют там определенные формы, анкеты, да, и то есть мы уже знаем, кто примерно к нам приедет заранее. Наш университет, он, конечно же, всегда участвует просто в огромном количестве, у нас много всяких разных коллективов творческих, да, и из других стран вот ребята приезжают тоже, показывают свои таланты и, конечно же, принимают участие в этом фестивале. Я, насколько помню, фестиваль, вот, 22 ноября, он начинался в 3 часа дня, а закончился-то он во сколько? У меня ощущение сейчас, что вы до полуночи там. Как всегда дискотека, или как там, санцпол. До полуночи фестивали. Лев Михайлович. Да, окончание, по-моему, где-то в восьмом часу мы уже расходились, потому что остались, общались. Вот традиционно приезжают некоторые вузы, мне хочется отметить, Пермь, Пермский медицинский университет. Приехал Пермский медицинский университет. Да, шикарные были наши друзья из Уфимского медицинского университета в шикарных башкирских национальных костюмах. Башкирская красавица настоящая. Но вот мы почему-то еще из нашего сферы внимания выпал факт такой, ведь, как говорится, наверное, в леди-то не видно. Ведь очень хорошо приняли наш классический университет опорный в Ядске и сельхозакадемия наша. А, то есть нашим вузам тоже можно было? Да, конечно, да. И выступали, да, великолепно выступали. Несмотря на то, что они не медицинские. Да, да. А я чуть-чуть и говорю, что надо этнофестиваль-то сделать площадкой для... Вузовской? Конечно. Вузовскую площадку сделать площадкой для... Городской. ...для этнофестиваля областного. Понятно. Да, вот я соглашусь с Азиз Алиевичем, да. Да, понимаете, вот нет предела совершенства. Меня вот один момент останавливает. Насколько я знаю, в Кирове вот сейчас я не вижу подходящей площадки, современной, большой, с хорошей сценой, с хорошей там видеопроекционной аппаратурой, усиливающей. Вот если появится такой холл, да? То есть вы уже тут... Кром, кроме сети, тихо. Там уже заговаривали про концертный зал. Губернатор-то про концертный зал, да. Потому что, ну, скажем, да, ну, дворец молодежи, но он в разы меньше, да, тех. Вполне меньше. Там, конечно, он не выдерживает критики. Вот мы просто рвем мероприятия. Поэтому... А ведь я ужаснулся. Я думаю, уже у нас вот выпускной в ДК Родина проходил в прошлом году. Вот уже руководство высказало, говорит, обещали 300, пришло 500. А вы вместились там? Да, а в этом году я тоже, когда начиналось, я вот так вот повернулся и увидел, что люди стоят, проходят, да, подходит и подходит публика, да. И я так подумал, что сейчас выйдет руководство и скажет, закрываем. Народ было много. Потом все поместились. И ведь, понимаете, до последнего. Ведь жюри подводит итоги и не уходит никто. И только после того, как объявили, да, ребята стали расходиться. Да, я пообщался с коллегами на сцене. Вышел, они все в фойе стоят и не расходятся. Они стоят, между собой общаются. Все в фойе филармонии заполнено, народом не пройти. То есть расходиться не хотелось. Поэтому, Азиз Алиевич, может быть, третий этап, там, дискотека, неформальное общение дальше. Да, да. Для студентов это всегда важно. Конечно, может быть, для них, да, может быть, и хорошо. Но вот говорю, нам, конечно, нужна площадка. Очень нужна площадка. Хорошая, большая, для общения. Вот, потому что разбивать на секции мы потеряем дух. Ну, конечно, нет, это все должно быть в едином моменте. А на совет ректоров, как бы, выносили тему, как бы, этнофестиваля? А вот я думаю, что мы включим обязательно в повестку с Валентином Николаевичем этот вопрос. Я думаю, он достоин обсуждения. Вот, я хочу сделать упор не только вот сейчас, а вообще на наш, скажем, на Приволжский округ, вузы, да, сделать. Сюда привлечь. Вот, медицину все. И, в общем-то, я думаю, мы можем отразвиваться во многих направлениях здесь. Ну, Филипп, мы все в том. В общем, это ведь было бы логично, на самом деле. Потому что молодежь. Извиняю. Да. А как я узнал об этом? Да, вот рассылку делали или там, как вам пришло? Аня пришла, сказала, Филипп, идем. Да нет, я уже, я в четвертый курс, и с первого курса уже выступаю, участвую. Вот, только в этом году не выступал. А что ты делаешь? Ну, я был участником. Я помогал ребятам готовить блюда. Ух ты! Ну, я участвовал, как я могу. Но в первый курс, как я помню, в отдел международной связи меня позвонили. Я туда подошел, и они сказали, что есть такой фестиваль, очень классный. И у нас там будет возможность показать, что у нас в нашей стране происходит. То есть, наша культура, наши одежды, наши блюда и всякие. Поэтому я думал, что это очень хороший шанс показать своим друзьям, что у нас там. И немножко избавить от стереотипа. Вот, поэтому для меня это было очень приятно. И я рад, что я здесь учился. Здорово. А вы там представляли от своей страны что? То есть, питание или еще какое-то выступление было? Да, ну, в первую очередь, как бы мы туда сходим с нашими одеждами, конечно. Это здорово. Национальная одежда. У нас там еще блюда. У нас в этом году был Ганн, Судан, Египт и Конго из Африки. То есть, четыре страны из Африки. У них были свои одежды, готовили свои национальные блюда. То есть, я из Ганн. У нас было, по-моему, даже четыре или пять разных блюда из Ганна. А какие там были блюда? Все пообедали? Надеюсь, все пообедали. Все пообедали, я не знаю. Не-не-не-не, а ты сам-то помнишь, какие блюда? Да, я помню. А какие блюда были? Ну, это в нашем языке, я не знаю, если бы сойдет. Конечно, в вашем. Ну, хорошо. У нас рис, особый способ приготовления, называется вачи. То есть, рис вместе с фасолью. Вот. У нас еще была курица. Ну, мы по-другому. По-особому именно. По-гамски. Да. У нас еще был сок такой, который называется суболю. То есть, там имбирь и какие-то вещи, которые точно возникли. Ну, здорово. Ну, здорово. Национальные костюмы, национальные блюда. Одежду-то, наверное, можно так встать, так показать, камеру. Ты ведь не. Какая отравилась даже, чтобы было видно. Ну, вставим, покажи. Вот она там. Ага, хорошо. Почему нет? Вот рубашка такая красивая. Да, называется Дашики. То есть, не только в Гане, а в некоторых странах в Африке тоже носит. Ну, традиционно такое. К вам бы тоже пошла весолить, такая рубаха. У меня нету, я как-нибудь приеду в Ганку. Куплю наше. Вы всегда приезжали, что приезжайте. А вот это, между прочим, хороший способ, мне кажется, в некотором смысле такую, как это сказать-то, в небюджетную нотку внести. Да, можно говорить ведь участников, да, и дать возможность друг другу там обмениваться каким-то образом. Ну, да, ну что, нормальная летняя рубашка, я бы с удовольствием в Кирове бы носил такую рубашку. Вообще, очень классно, мне нравится. Спасибо, спасибо большое. Мне нравится. И творческая составляющая еще, да? И творческая, да. И, значит, про еду понятно, про одежду понятно. И на выставке у нас еще выступление, ну, маленькое выступление, кроме того, что будет на сцене. То есть мы там на выставке будет объявить Ганна. Выходим, будем там выступать, танцевать. У нас в этом году были стихи, очень древние, которые из Ганни. Вот. Из Египта у нас друг пел, из Судана тоже говорили. По-моему, это очень хорошая возможность показать, что у нас там происходит. Подожди, но ты же танцевать умеешь по-английски. Очень плохо. Ну, конечно, ритм как бы есть, но очень плохо танцевать. Ну, что, и не показали, как мы? Я вот всегда балдею от африканских танцев. Мне очень нравится. Сразу заражает, и хочется как бы включиться этот... Пошел там. Ну, да. Вы в следующий раз не стесняетесь, даже если не очень, как бы, получается. Нам-то важно понять, что и как происходит. То есть людям, которые там не видели никогда, да? И, может быть, не увидят никогда. И не увидят никогда. Поэтому, например, мне очень сложно оценить профессионализм ваших африканских танцев. Но я с удовольствием посмотрю, как это делается. Да, у нас есть друзья, которые выступали на сцене, которые пили, которые танцевали. Танцевали, да? Да, вон. А я в своем сфере участвовал, как я смогу. Понятно, молодцы, молодцы. Филипп готовил, был ответственным за кухню. Это тоже важно. Молодцы. А кому в голову вообще пришло, что в университете можно... Или ты уже спрашивала? Я спрашивала. Я спрашивала, как раз, да, Фуат рассказывал в самом начале, да, про Ларису Анатольевну Копысову и... И Лидию Васильевну Копысову. Да, Лидию Васильевну Копысову. Ну, первое, это вообще так было, но так не очень, да, сколько там, немного было участников. Как всегда, бывает сначала с небольшого количества увлеченных начинается всегда любое дело, а потом, когда все видят, как это здорово, присоединяется все больше и больше людей. Вот, Фуат и Лех Михайлович, вот это вот, ну, так, между нами говоря, это, значит, часть вот такой вот, ну, как сказать, так, международной политики университета, да? И, значит, ведь не этнофестивалем у Вас ограничивается, как бы, Ваша работа в отношении наших гостей и, значит, студентов из других там стран, да? То есть, может быть, помимо этнофестиваля есть еще какие-то мероприятия, в которые Вы пытаетесь вовлечь студентов? Аня, как Фуат? Конечно, да, таких мероприятий, это целая система таких вот воспитательно-образовательных моментов. У нас, по крайней мере, работают плотно три подразделения в ВУЗу, да? Это отдел международных связей, это деканат в ВУЗе, это отдел воспитательной работы, институт кураторов, институт волонтеров, даже, наверное, не три, а больше, да? Вот, очень много. Вот у нас на следующей неделе начинается аккредитация университета, заезжает комиссия, это раз в пять лет проходит, и поэтому, да, до этого мы готовили проведение фестиваля, поэтому мы сейчас после отъезда комиссии аккредитационно мы проводим как бы быстренько-быстренько следующее наше мероприятие, открытие, привроченное к открытию факультета официального, да, где преподавали на английском языке, то есть это посвящение студентам иностранного факультета. А, подождите, то есть факультет, факультет иностранный, факультет, он вот только-только официально открывает? Он открыл с 1 ноября, где проведется преподавание, вот 100 человек набор состоится. И на английском языке? На английском языке мы начинаем, да. Слушайте, а вот это хорошая история. Да, несмотря на все вопросы, откуда столько возьмете преподавателей, мы работаем, понимаете, университет Кировский не хуже Перми, Оренбурга, Самары и Нижневногорода, все нормально идет, все, все, мы, у меня большой опыт есть. Я вот сюда пришел сейчас на передачу, с лекцией со студентов, прочитал им на английском, пришел сюда выступать перед вами. Вот, и система, да, возвращаясь к вопросу, это очень важно, потому что комплексно нужно работать. И вообще огромная, кропотливая работа. Мы знаем, приезжают люди из других государств, мы первоначально выдаем памятку в виде пиктограмм, да, что можно делать и что не нужно делать здесь вот у нас. Вот, я, кстати, благодарен очень Филиппу, вот он сказал, что он готовил кухню, да, он 4 года здесь, он адаптирован абсолютно, он знает прекрасно русский язык. Вот он у нас, он сейчас активно, да, он сейчас активно помогает нам. Подождите, давайте, давайте после небольшого перерыва мы вернемся к этому, да, и в перерыве как раз выясним у Филиппа, какое стихотворение. Да, хорошо, да. Готовься. Союз нерушимый Продолжаем говорить о международном сотрудничестве. Продолжаем. И международный такой десант у нас здесь сейчас. Это представители нашего Кировского государственного медицинского университета. Филипп Апонг, студент 4-го курса из Ганы, Западная Африка, Анна Варанкина, 6-й курс и организатор фестиваля национальных культур, который состоялся совсем недавно. На плечи которых большая надписька падает по организации. Да, 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 да. Фуат Шерензар, начальник отдела информационной и молодежной политики, и Лев Железнов, ректор Кировского государственного медицинского университета. Но мы будем просить все-таки Филиппа читать нам стихотворение или нет? Ну, не будем. Не будем, ладно, не будем смешать Филиппа. Мы спросим, Филипп, а ты же все равно читаешь стихотворение? Ну, все равно же читаешь? Ну, просто скажи, какой тебе поэт или писатель русский больше всего нравится? Ну, я слышал про Пущикина. У меня большое уважение к ним, то есть он очень много стихотворения писал. Ну, честно говоря, я не знаю, я не могу говорить его стихи. Не так глубоко погружусь в нашу литературу. Он ваш земляк, он корнят у него из Африки. Да, да. Я на этом замечал тоже, да. Лев Михайлович, это недоработка кафедры, значит, там, преподавания русского языка, как иностранного. Слушайте, ну, на самом деле, вот это то, о чем мы заговорили, о преподавании на английском языке и об иностранном факультете, да, это хорошая такая история, потому что меня, например, всегда удивляло, как зарубежные студенты к нам попадают в наши вузы, потому что ведь люди приезжают, они как, они дома у себя уже нацеленно знают, что они в Россию поедут учиться и учат русский язык, или они сюда приезжают и уже здесь их готовят? Как раньше-то было? А вы знаете, это, ну, откровенно будем говорить, это огромный рынок, есть огромное количество фирм и представителей, которые работают. Вот здесь, да, мы ведь никого, по сути дела, ведь к нам приезжают, а мы уже отбираем, с кем нам работать, кого нам приглашать. То есть вот есть предложение, да, вот, у нас есть спрос на это, и мы выбираем, поэтому об этом, может быть, ну, не пишется, не говорится, да, ну, конференции проводятся, понятно всё, но на самом деле это огромный, огромный рынок образовательных услуг, и вот мы в него интегрируемся, это очень полезно для вуза, для развития и образования, и области, и для, со всех, со всех сторон. То есть вот эта история с преподаванием на английском языке, это нашему вузу добавит конкурентных преимуществ? Конечно. Даст больше выбора, значит, там, и студентам, в том числе, которые размышляют, ехать в какой город России, ехать учиться, правильно? Конечно, да. Ну, вот с этой точки зрения, всё-таки мне пока не до конца понятно. Понятно, вот есть мероприятие, там, не будет, наверное, это будет днём иностранного первокурсника, посвящения, так сказать. Вот, а всё-таки дальше-то как? То есть, например, на родине Филиппа или где-то ещё, в Египте, ещё где-то, как люди будут узнавать и готовиться приехать сюда? Вот что университет делает, чтобы вот именно вот такие процессы происходили? Да, вот есть у нас опыт работы, и наши выпускники начинают выполнять роль определённого посредника, то есть посол доброй воли. Посол доброй воли, да. Вот, мы с Суданом уже, в случае есть наши выпускники, работающие в Судане, нам направляют. Студентов. Студентов, да, да, рекомендуют, они приезжают, есть, да. Вот, я думаю, что у нас будет, наверное, мы с Сирией так вот возобновим, есть контакты. Вот, у нас, наверное, сейчас мы, вот, Зимбабве тоже, в общем-то, наверное, будем в этом плане развивать. Вот, и, понимаете, получается, мы не тратим, по сути дела, средства на рекламу вуза. Но наши... Это сарафанное радио называется. Да, наши студенты, наши выпускники, они приезжают, они ведь делятся там своим родственникам, в Союзе, захват такой, да, идёт. Вот, я считаю, это очень верный подход. А вот не продумывали такое, вот, скажем, мероприятие? Ну, вот, Филипп, ты, наверное, поедешь на родину работать, ну, ещё куда-то. Не продумывали такое мероприятие, что, скажем, там, ежегодно, там, собирать выпускников иностранных студентов, там, раз, чтобы, там, ну, как-то с ними обсуждать какие-то проблемы. И давать им, там, ещё какие-то, там, варианты, чтобы они реально не просто, там, рассказывали, как в Кирове хорошо, а реально, получая всё время новую информацию, там, занимались рекрутированием новых студентов. Алиса Алисовича, спасибо за идею. Ну, мы просто, мы же совсем ещё маленьких. Спасибо огромное, мы это будем реализовывать. Алиса Алисовича, вы говорите, уже выпускники, которые уже разъехались там, да? Да, конечно. Ну, вот, мне жалко, но Филипп уже уедет, как бы, в Ганну, да? Адрес оставить, но мы, может, к нему приедем, там, условно говоря, если он позовёт. Ну, конечно, он. Каждый год, каждый год собирать, собирать выпускников иностранцев, которые разъехались по своим родным странам, да, сюда, на встречу, на встречу выпускников. И просто на встречу выпускников, а чтобы провести лекции, там, по последним, каким-то новинкам, там, миссинской науке. Потому как продолжаем, какие новые возможности для обучения, там, да? Ну, чтобы они приехали, посмотрели своих рекрутов, как бы, которых послали. Ну, например, там, Филипп уедет, из Ганны приедет, там, ещё пять студентов, которых Филипп послал. А он приехал и посмотрел. Ну, ребят, как вы тут у меня? Там, всё ли у вас хорошо? Двоек. Кир, Жан, там, ещё кто-то там. Двоек нахватали, да? Да, ты плохо учишься. А, ты, ладно, приедешь домой, мы тебя палками, значит, ну, ладно, там, приведём в чувство, там, условно говоря. Ну, шутка, шутка, но палками-то. Да, мы поняли, Зисалич, конечно, что он. Тем не менее, вот это было бы, наверное, для привлечения ещё студентов очень интересным мероприятием. Ну, вот есть ещё один у меня вопрос. Насколько активно иностранные студенты участвуют в научной работе? Вот это тоже будем развивать. Я, опять же, скажу, нам буквально, вот, да, месяца нет нашему факультету. Работая в Оренбурге, у меня на кафедре было несколько студентов-иностранцев из Индии. Они занимались научной работой. Я знаю, что они сейчас выпустились, получили дипломы врачей. Опыт работы такой есть. Естественно, мы его наладим, и обязательно мы его сделаем. Несомненно, Зисалич, это будет воплощено. Так что наука будет абсолютно конечна. Как с вами пообщаюсь, у меня сразу настроение поднимается, Олег Михайлович. Спасибо. А ребята ваши, вот, студенты-иностранцы, они когда... Вот я сейчас у Филиппа просто хочу спросить. Они когда оканчивают вуз, проходят у вас ординатура, да, там, вот, у вас же всё серьёзно. Всю жизнь, как мне сказал, как Фуат сказал перед началом программы, мы учимся всю жизнь, да. Вот, потом уезжаете всё-таки на родину. И дальше они идут работать куда? То есть, вот, Филипп, вы куда пойдёте? Ну, я надеюсь, так и будет. Ну, после учёбы я хочу делать ординатуру по общей хирургии. Ну, я раньше вообще хотел на кардиохирургию. И у меня сестра врач, она советовала, давай сначала в общую хирургию, а потом сама определись. Вот, я после учёбы, надеюсь, попаду на ординатуру общей хирургии, потом домой поеду, там, работать несколько лет, и, может быть, там, всякие на кардиохирургию вернёшься. Перейдёшь потихонечку. Вот видите, какие планы того Филиппа. Ань, а вот работа, вот, участие, наверное, тоже не ограничивается, там, и этнофестивалем, да? Оно у тебя, оно оставляет тебе время для обучения? Конечно. Конечно, у меня нет другого выбора. На самом деле... Оставляет время? Конечно. У меня нет другого выбора. И смотрит на ректора. Да-да. Нет, на самом деле, если грамотно распределить своё время, всё, можно успевать. Я стою в студенческом совете и учусь довольно-таки неплохо, при этом работаю. Ну, как бы, просто нужно грамотно распределить своё время, и проблем с этим никаких не... Вы ещё и работаете? Конечно, да. Нарабатываю опыт, как сказать. А, в медицинской сфере вот так вот. Да, в поликлинике работаю. Молодец. Вот видите, какие у вас студенты. Ну, и одновременно, наверное, когда иностранные студенты, они, наверное, у вас тоже уже из-за тесного общения, они, наверное, больше обращаются к вам, там, в связи с какими-то вопросами, проблемами... Ну, даже бытовые какие-то, да, вопросы, там, помочь куда... Успеваете им помогать, подсказывать в этих... Вот у нас есть студенческий совет, да, там есть множество разных подразделений, и в них входят иностранные студенты. Вот, допустим, Филипп у нас состоит в этом, не в медиа, а... Даже в студенческом совете состоишь, Филипп? Да. Ну, ты вообще молодчина. То есть у нас много студентов, которые активно участвуют в нашей студенческой жизни, и на студ-вёснах, и везде... Кто помнит, что такое студенчество, знает, что такое студенческий совет. Там очень весело было. Да, там не только весело, это действительно такая школа, я бы сказал... Мы активно их принимаем в свои круги, активно с ними работаем, то есть, как обычно, студенты, всё хорошо у нас налажено, контент налажен с ними абсолютно. Кстати, добавлю, Филипп у нас является представителем иностранных студентов, он избран среди иностранных студентов. А, то есть, получается, самый главный иностранный студент. Он является таким связывающим звеном, то есть он знает все проблемы иностранных студентов. То есть, главное, иностранец решает. Университета медицинской. И что касается адаптации иностранных студентов... Филипп, ты готовишься на президентский пуст? Нет ещё. Возможно. Слушай, круто, стань президентом, а мы хоть потом скажем на передаче. А знаете, у нас есть знакомый президент. Ну, министр здравоохранения, вот учитывая хорошие традиции университета, да, что вот у нас эти вице-губернаторы есть, да, и всё, так что, думаю, Филипп, у тебя вот традиции надо, большое будущее, надо вот площадь-то. В этом смысле можете с нашим вице-губернатором посоветоваться. Да, он тоже доктор, видите. А они советуются, они каждый, даже с губернатором встречаются ежегодно. Да, мы же с ним встречались. Два раза. Два раза встречался уже. Да, вот прервали, да, Глипп? Нет, я просто сказал, что мы два раза уже с губернатором встречались. У нас есть в студенческом совет, такое отделение, которое называется Международный студклаб, и там помогают иностранные студенты в адаптации, то есть русификация называется, чтобы они там побольше общались, узнали, что где находится. Этот план называется MedBuddy. У нас еще есть English Speaking Club, то есть русские, которые учат английский, мы с ними общаемся, сидим там, общаемся, это очень классно. Да вообще вы молодцы, правда, я столько узнала об университете. Я не знала, что в нашем медицинском университете настолько насыщенная международная жизнь, я бы сказала. Да, но мы надеемся, что мы еще встретимся, и там есть ряд аспектов, Леонид Михайлович. Очень бы хотелось, чтобы вы в последний раз удивили меня как бы научной деятельности, чтобы вы подробно рассказали о научной деятельности медуниверситета. Аня, возьми себе на заметку. Я обязательно, я запишу. Ну а Фуат, чтобы ты хотя бы раз полгода нам рассказывал, как идет международная жизнь, значит, и молодежная международная жизнь, так сказать, в университете. Да, к сожалению, да, все. Я так понимаю, время кончается, да? Да, надо прощаться с нашими гостями. Благодарим Лев Железнов, Фуат Шерензаде, Анна Варанкина и Филипп Опон, это наши гости из медицинского университета. Спасибо. Да, до свидания. Союз Нерушимый завершается, увы. Да. Все на сайте. Ну не увы, мы еще будем. Мы будем встречаться, да. До свидания. До свидания. До свидания. Союз Нерушимый